Добрый день, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quice. К сожалению, в прошлый раз из-за автоматических настроек камеры, которая настроена на строго 30-минутный видеоролик, я не смог ответить на все вопросы, поэтому продолжу в этом ролике. Но прежде чем я начну отвечать на вопросы, я хотел бы от всего сердца обратиться с благодарностью к тем людям, которые внесли пожертвования на развитие канала и на запуск тех проектов, которые у меня стоят в очереди. Это воздушный шар, это стратегический музей авиации. Это у нас первый, кто сделал пожертвования Салават Жадов. Спасибо огромное! А потом Жарков Сергей, Маланова Наталья, Артем Саванау. Я, к сожалению, не могу, ребята, извините. Написана вот эта транскрипция, хотя бы на русском, я бы еще прочел бы. Но не потому, что я безграмотный человек, я просто не могу прочесть. Артем Саванау. Извини, друг, я просто не знаю, как это прочесть. Сори, но спасибо тебе огромное! Юрий Кушеренко и Андрей Наумов. Господа, спасибо! Значит, на этой неделе первый проект запустим. Поеду в музей стратегической авиации и, соответственно, вначале выложу превьюшечку. И, наверное, если мне повезет, и силы хватит, я сниму нормальный документальный фильм, сделаю. Хочу попробовать свои силы в этом. Кто на моем канале подписался в самом начале, там буквально еще год назад лежало мое первое такое, ну, арт-хаус-видео небольшое. Мы сделали такой гэг с другом, модеем из Москвы. Съемка была моя, монтаж его. Но, к сожалению, там возникли проблемы с копирайт-музыкой, которую мы используем в качестве бэкграунд-саунда. И мне пришлось видео с канала снести. Но, скажем так, попробуем сделать документальный фильм. Такой интересный, чтобы вам было интересно посмотреть, что получится из этого. А второй момент. Тоже хотел обратиться к вам. Немножко это обращение будет перекликаться с одним из вопросов. Несколько человек последние недели писали «Максим, что ты снимаешь за всякую фигню? Давай больше развлекательного видео, давай там всякого топ-гера, всего-всего, чтобы нам было нескучно там сидеть». Господа, у меня немножко другие задачи у канала. Я не собираюсь зарабатывать на всякого рода жевательные резинки для мозга, и я не собираюсь делать из своего канала балаган. У меня канал рассчитан на вменяемых здравомыслящих людей. Да, какие-то материалы интересны для общего развития, какие-то связаны с эмиграцией, тоже полезные вещи. Для разнообразия я добавляю немножко делядина, потому что я считаю, что к этому политику имеет смысл прислушиваться и хотя бы послушать его прогнозы. Конечно, 100% на веру брать не нужно, нужно всегда все ставить под сомнение, но, тем не менее, многие интересные вещи он рассказывает. Так вот, что такое YouTube? YouTube – это очень серьезный информационный инструмент, к которому относятся как к микроскопу для сбивания гвоздей. То есть, начинают люди снимать всякие разные непонятные приколы, непонятные развлекухи. Но, извините, разве этого недостаточно на телевизоре? Разве вы сами не приходите домой и стараетесь телевизор выключить или смотрите те фильмы, которые скачали с торрентов или еще откуда-то, стараясь себя оградить от этого словесного информационного мусора, которое вам нахлобучивает на голову. Вы сами от этого стараетесь себя оградить. И все равно большинство людей делятся в интернет и пытаются найти вот этот самый информационный мусор. YouTube – это очень и очень серьезный информационный инструмент. Я разолью свою мысль. Вот последние две недели я обратил внимание, обычно с утра просыпаюсь, беру чашечку чая, чашечку кофе и стараюсь посмотреть какие-то новости, американские новости, если что-то интересное. Но, учитывая, что я все-таки за Россией меня волнует, что там дальше будет и насколько мои прогнозы верны, я просматриваю несколько каналов, где более-менее информация обновляется. В последние две недели у меня такое ощущение, что в России вообще ничего не происходит. Вот я открываю МРУ, значит, тишь, гладь, благодать. Что-то там про Стамбул, кого-то там уволили из должности ректора МГУ, очередная туфта про оборонсервис. Все. Тишина и спокойствие. Вторую неделю. Открываем РИО новости. Нефть из аварийного поезда в Канаде. Принята конституционная декларация в Египте. Пять человек стали жертвами ДТП в Санкт-Петербурге. Ребята, что такое происходит? Такое ощущение, что у нас с новостями какая-то происходит непонятная фигня. Вот сегодня мне человек прислал ссылочку на ресурс называется Новый Редион-2. Сайт называется www.nrtu.ru Новость часа. Жители Пугачева вышли на улицу с требованием знать Кавказской диаспоры. Начинаю смотреть. Ёла-пала. Да там уже бунт идет полным ходом. Еще ниже ролик бронетанковые части едут через город. Хотя подтвердить никто не может. С одной стороны ВКонтакте пишут, что части уже ввели. С другой стороны пишут, что ролик сняли чуть ли не месяц назад, а выложили только сейчас. А в связи с этим у меня возникает ну скажем так предложение к вам. У меня больше чем 2300 человек. В основном это жители России. Конечно есть из Украины, из Белоруссии, из других стран. Не обязательно русские, кто угодно. У меня очень много людей, национальный святат самый разный, но самое главное люди вменяемые. А давайте мы обменяемся новостями. Вот у меня есть площадка. Вот. Я свои цели озвучил. Если вы можете рассказать что-то оперативное о том, что у вас происходит в городе, даже не обязательно свое лицо показать. Можете просто заснять сотым телефоном и просто прокомментировать. И мне там, не знаю, через файл обменника или как-то прислать в это видео там линк на него или еще каким-то образом. Здесь действительно новость стоящая и она действительно актуальная. Ну, конечно, не обязательно снимать негатив. Если что-то позитивное у вас в городе сделается, хорошо, давайте позитив высылайте. Всяка рада, что происходит там позитивного. Там что-то восстановили, что-то там построили, что-то открыли. Но смотрите, вот по всем каналам молчание, а тут в Саратове такая вот нездоровая фигня происходит. Вот. А опять же, на прошлой неделе общаюсь с человеком из Новосибирска. Я в Новосибирске был в конце 90-х. Тоже очень такая информация неоднозначная по поводу закрытия предприятий, которые занимаются переработкой ядерного топлива. Начинаю с ним разговаривать более детально, выясняю, что таких предприятий в России осталось всего два. Одно находится в Подмосковье, но это, скорее всего, в Огненске, не знаю, что это. А второе в Новосибирске закрывает и у правительства нет планов по поводу того, будут ли вообще это предприятие восстанавливать и строить в другом месте или что-то с ним еще будет происходить. То есть, вот такая вот информация. А в новостях этого нигде вы не найдете. Так что, господа, давайте проявим активную гражданскую позицию и давайте мы, раз нам власти блокируют доступ к реальным официальным новостям, устроим такой сарафан на радио. Площадка есть, присылайте свои видео, делитесь свежей информацией, если что у вас реально происходит. Вон человек с Украины прислал мне очень интересные линки на то, как они в Луганской области и борются с ГАИшниками. Причем, дело дошло до того, что закрыли местное отделение, ГАИ так оно называется, местное управление ГАИ по Луганской области, не знаю, по городу, поэтому взяли, закрыли, но все равно идет уже боевые действия, на людей нападают, машины им жгут, дома там заливают краской, бросают бутылки с горючкой на территорию дворов. Просто боевые действия какие-то идут, понимаете? То есть информация очень неоднозначная. Пишите на эту тему комментарии, и если вот эта идея нашла отклик в вашей душе, давайте мы этот проект совместно запустим, назовем как-нибудь альтернативные новости или еще как-то, опять сами можете придумать, я отдельно сделаю под него плейлист, и будем обмениваться этими новостями, чтобы утром проснулись и посмотрели, что на самом деле происходит вообще в стране. А то проснешься так, а уже страна другая. Такая штука тоже, возможно, все мы знаем. Так, ну что ж, давайте перейдем мы к ответам. Итак, на что я не успел ответить. Люба Пазяк. Комментарий к видео основной ошибки приезжающих в США. Максим, вы говорите, если я вас правильно понял, что как турист, приехавшим в штат отдохнуть со всей семьей, жена-ребенок, побыв полгода, имеет полное право пойти к юристу, кстати, у судей юристов, и подавать заявление на всю семью о получении грин-карта, заранее спасибо. Люба, у вас немножко каши получилось в голове, смотрите еще раз все мои видео. Когда вы приехали в Америку, вы можете прям сразу, чуть ли не в тот же день, идти в миграционный офис и просить убежища. У вас должны принять заявление, вы должны заполнить форму, откатают у вас предварительно отпечатки пальцев, проверят у вас папор и примут ваше заявление. Все. Вот с этого момента начинается, грубо говоря, открытие дела вашего кейса. А дальше вы можете искать юриста и, соответственно, там все это дело пускать на рельсы. Это если совсем так горит. С другой стороны, более оптимально сначала найти юриста и потом уже запускать кейс. Все. Вот то, что вам нужно запомнить. Юристы стоят по-разному. Вот, например, тот юрист, которого нам порекомендовали через вот эту компанию, я уже говорил, бюлтеран Church Family, юристом обошелся в 3,5 тысячи долларов. Это, считаю, очень недорого. Он ведет сейчас наш кейс. Цена мог быть дороже. Все зависит от того, где находятся юристы. Нью-Йорк, Чикаго, там, конечно, подороже будет, Лос-Анджелес. Вот, надеюсь, что на ваш вопрос ответил. Смотрите все видео, я подробно все рассказываю. Идем дальше. Здравствуйте. Сегодня подписался на ваш канал, видео познавательное. Вы сказали, что неудолго в США и думаете ли снова вернуться в Москву. Ну, скажем так, в США и надолго. А вот, что касается возвращения в Москву, это, кстати, та же Люба Позяк спрашивает. Тут все под очень и очень и очень большим вопросом. Во-первых, у меня в Москве, скажем так, никаких дел больше не осталось. То есть, я просто не вижу, скажем так, смысла возвращаться, искать на свое одно место приключения. Потому что очень уж там все неспокойно в России происходит. А в Америке я стараюсь сделать все, что возможно, чтобы плотно обосноваться и уже как бы интегрироваться в американской соушите. На секундочку. Все окей. Все окей. Все окей. Так. Смотрим дальше. Константин Тербицкий. У нас пошел разговор на обсуждение ролика про Волборта и сколько стоят продукты. Она мне приводит, Константин приводит некую Ирину Ермакова, доктора биологических наук. Она не единственная, кто смог доказать опасность использования ГМО. У меня сразу возникает вопрос. Вот доктор биологических наук, вот эта вот Ирина Ермакова. исследует ГМО. Какие ГМО она исследует? Чьи? Те ГМО, которые находятся в продуктах, которые в России производятся? Или в тех продуктах, которые попадают в Россию на экспорт, и которые предназначены импорт, извините. То есть импортные продукты, которые попадают в Россию, и которые предназначены для стран третьего мира? Или мы говорим про европейские пищевые продукты, которые для внутреннего рынка? Или мы говорим про американские продукты, которые тоже для внутреннего рынка. Или мы говорим про австралийские продукты, которые тоже для внутреннего рынка, а не для экспорта. Вот в каких продуктах она нашла вредность и опасность использования ГМО? Опять же, я подозреваю, что продукты, которые предназначены для стран третьего мира, и которые содержат ГМО, и типа приводят к бесплодию, наверняка предназначены для Африки. вот я в этом нисколько не удивлюсь а потому что но собака за что-то делать она перенаселена она однозначно перенаселена вот а если у кого-то из моих зрителей от использования продуктов дыма вырос хвост посла чешуя поменялся цвет на зеленый вы пишете мы всем сигнализируем об этом факте вот кстати говоря могут депутатов покормить ими продуктами сократим популяцию очень хорошо действенные средства стать наверно мог быть эту ирину и к нобелевской премии представить способ новые лекарства паразитов некий тейк reading максим есть небольшой вопрос то есть получив и карту или драйвер-лайсенс я могу спокойно зарегистрировать машину который купил месяц езжу без регистрации также спокойно снимать дом квартиру которыми надо снять и труднее без эти главные счета в банке эти кредитная история правильно все понял и все находясь статусе турист есть такой нюанс уважаемый тейп reading я уже на эту тему снял несколько роликов непосредственно основные ошибки приезжающих и что нужно сделать по приезду в америку ну и по этому фибу ролик относительно про права в америке вот ты приехал в америку первое что ты должен сделать это прямо вот на следующий день озадачивается вот этой айди карт и драйвер-лайсенс билеты сети по интернету можно выручить там интерактивная система на для идиота сделано эти вопросы сдать проще чем я вообще не знаю что и буквально через неделю тебя будет айди карточка все будет один карточка у тебя не будет кучи проблем и головняка которые тебе будут так или иначе возникать вот смотри видео я подробно все это рассказал будет айди и будет тебе счастье на еще он же 3 придинг это к вопросу о споре про муниципальный транспорт ну этот вопрос озвучить а всех вопрос в учетах в америке типа муниципальный транспорт есть типа ему нету все зависит от города то есть мы возьмем чикаго там очень распространен муниципальный транспорт там распространены метро распространены автобусы потому что это мегаполис пробки и так далее и там машина при большому счету не нужна если вы четко свой маршрут распланировали дом-работа дом там ну заезд на супермаркет то машина как такова не нужна потому что дополнительные затраты и скажем так мало зарабатывающая часть населения спокойненько обходится в чикаго без машин в нью-йорке машин тоже не нужно там пробки такие что москва иногда даже отдыхает хотя я думаю что нет наверно все-таки москва подбила все рекорды а вот что касается махи да у нас ходят автобусы больше автобусы оборудованы впереди такая специальная держалка если вы можете не успеть и подъехать и перед автобусом держалку велосипедник поставить это крайне удобно чтобы в салон его не тащить соседи то что те же автобусы есть я видел подъемники для инвалидов приехали на колясочке спустил специальный элеватор вы на коляске заехали элеват элеватор поднялся заехал инвалид в автобус это везде в америке но к сожалению маршрутов очень мало то есть город перекрыт маршрутами ровно так насколько это востребовано но естественно не ходит не через каждые пять минут как москве я думаю что раз в 30 минут раз в 40 минут потому что нет такой необходимости в разветвленном общественном транспорте поэтому мелких городах нужно делать себе права покупать машинку и чувствовать себя счастливо и свободно вот идем дальше про винил у нас была переписка с евгением кровь окроков евгений окроков приветствую да вот с винилом вот тут такая вот штука я сегодня кстати был своем любимом магазинчике google где свозят разные истории интересно было там поищать поискать некоторые вещи для себя там надо антикварк попадается но этот винил он безбожно выбрасывается то есть и пластинки тридцатых годов и сороковых и шестидесятых и семидесятые и восьмидесятые все это навалом летит я к сожалению не настолько разбираясь вот в этой старой музыки в джазе в том что америка слушала сто лет назад поэтому я не знаю просто у меня из моих знакомых может только два или три таких меломана один сам занимается созданием таких серьезных акустических систем вот но давно же с винила отошел перешел на другие технологии поэтому если кому-то тем винила близко ребят пожалуйста пишите я увенил и могу прямо по контейнеру вместе отправлять и старого причем только сама предоплату делать вовремя и будет вам винил вот так что я вот не знаю чего что угодно но много и и этой классики много этих вещей куда мне класть меня даже вертушки дома нету надо вертушки начал хотя бы купить винил чтобы прослушивать пожалуйста как бы если кто-то коллекционирует ребят скажите я буду высылать мне не жалко там папам папам так паша лимберг паша лимберг много душевное спасибо дело в том что я не из москвы а пермского края хорошо первый хороший город юрий описал к сожалению 0 ну да юрид отдельный разговор может он сейчас загружен я планирую приехать по b1 насчет водительских прав понял вот по поводу машин паша я надеюсь что на эти недели я вот с нашим знакомым игорем переговорим у него здесь есть такой небольшой автосервис как раз с несколькими подъемочками и уточню эти нюансы во первых по стоимости сколько стоит или арендовать такой маленький автосервис или выкупить его и соответственно нужны ли какие-то лицензии лицензирование на эту деятельность и соответственно как турист видишь то есть тут можешь ли ты открыть фирму сам ты работать тут не можешь легально вот как бы легально вот и открывай сервис там работа что не может тоже тебе один здесь ты приехал сюда и подал на беженство и получил статус беженства и получил work permit конечно вопрос резко меняется ты уже можешь здесь все спокойненько делать вот но естественно как совладелец хочешь этот бизнес то есть организующего вместе с каким-то американцем который живет и знаешь что с отечественником совместно фирму то есть по делаете то я думаю проблему некоторые решает а что касается и ты просто как частное лицо покупаешь машину и восстанавливаешь не делает каких-то серьезных инвестментов в оборудование и в площадку то я думаю все карте вруч ты можешь спокойно по помойкам по свалкам понаездить машин здесь огромное количество американцы с техникой здесь не очень дружит очень все концы любят машины восстанавливать я вот видел в райончике где у них тут прямо целые целые один за другим салончики где восстанавливать машины и перепродают их то есть я не скажу что как бы конкуренция мега то что у них мерка завышенные цены но как бы это востребовано от восстановления машин это мастер его на особенности и красть может жестянку может делать и ходовой перебрасывать здесь как бы все это можно сделать на свалках машины лежат но с такими смешными такими неисправностями которые грамотный механик может в принципе достаточно быстро пофиксить так пишет жарок 2009 махим привет меня зовут сергей живу в сибирске спасибо за твое непредвзятое скринируете на канале сюда жду что-нибудь новое из вашей новой жизни сам хочу приехать на видимо не америку а ближе буддистам о хорошо а ума не подмеху но возможно и заработка в интернете не могу найти раз что копирает за 200 рублей в день маловато будет интересоваться тем что занимаешь интернет торговли то есть хочу спросить совета можно начать такой бизнес прямо отсюда я из сибири смотри что эти могу сказать с интернет коммерции сейчас три варианта первый вариант идти путем который пропагандирует тимур таджеддинов это ну скажем так очередной мыльный пузырь такой это вот работа с ютюбом накручивание просмотров накручивание лайков вписывание в рекламные разные акции создание сайта и скажем так это работа ни о чем конечно деньги приносит на если нам делаешь себе больше 100 тысяч подписчиков на разные социальные сети девушками кросс линки и живет только за счет рекламы но это не серьезный бизнес хотя он может приносить определенные деньги есть похоже что тимур таджеддинова там чуть ли не все уже миллионеры но мне к этому определенные сомнения второй вариант бизнеса когда занимаешься торговлей ориентированной на американский с контакт канадский рынок на достаточно емкий и продавать может все что угодно ну и что-то можно замерить и продавать на россию на украину на снг вот конечно используется доставка сейчас определенная минут народ работает а чем заниматься если едешь куда-нибудь в индию я вот убей меня бог вообще не могу понять или тебе нужно остановиться программистом и дистанционно работать на немастую компанию на дистанционную работу или переходите в область закупки поиска новых товаров у китайских и индийских производителей и уже кому-то это все перепродавать то есть у меня солюшина для твоего вопроса к сожалению нету так что тут у нас тут у нас так ну что я не ответил а вот слава z слава еще раз привет максим я не понял что вообще техосмотра не существует сша дам техосмотра сша не существует ты купил машину при покупке машин тебе дали вот такой бумажный папир чуть ли не от руки написаны вот и соответственно даже могут и транзитных номеров не дать ты можешь взять лицочек бумажки на на нем маршером писать дату покупки машины прилепить на лобовое стекло и на заднее стекло и с вот такими вот номерами вот нарисованными руки ездить течение месяца и никто тебе ничего не сделать и потом через месяц приехать драйвер мотор лайкл департмент заплатить какую денежку вот я свою машину поплачу 250 долларов за год и соответственно получить номерные знати на год через год проекте продлить их эти на задать я дадут такую наклеечку идти номерочек наклеив на следующий год там сразу включен дорожный налог и все 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 ну и сесть на страховочку без страховки здесь нельзя без страховки здесь штраф очень серьезно первое время потом могут быть последствия так что без страховки в америке есть нельзя а техосмотра здесь нету нет этих осмотра вот интересно когда в россии вот нет так ну про бегло мне уже ответил слава трубку мира горем так денис а максим привет и скажи пожалуйста торгуешь товарами в россии или по сша как ищешь клиентов как они тебя находят сша такой деятельность нужно оформлять или что-то нашу индивидуально предпринимателя рассказываю вниз в америке с этим все очень просто значит в конце года ты идешь магазинчик покупаешь такой диск и запускает программочку для того чтобы составить свою налоговую декларацию за год где указочные доходы есть у тебя сумма доход за год меньше там 20 тысяч долларов то ты вообще ничего не платишь если чуть больше ты какие-то налоги платишь у меня пока этот вопрос не стояло живу здесь но всего лишь там год вот так что на этом году тут будут подавать декларацию вот юра мне начал разъяснять как она заполняется но я с ним пообщаюсь когда уже ближе к теме и тогда уж не увидим по поводу декларации а так скажем так если у вас оборот ну не больше 50 100 тысяч долларов за год по товару вообще что регистрирует нужно вы селф-эмплоймент вы работаете на себя вы всего лишь уплате в конце года налоги и собственно говоря все а вот когда у вас доход привалит чем 100 тысяч долларов вот тогда нужно регистрирует фирму потому что будет более выгодное налогообложение вот это как бы то что я знаю работаю исключительно на америку клиенты меня ищут сами потому что я предлагаю востребованный товар работаю на торговых площадках amazon и ebay сейчас запускаем свой товар это ресурс веб-магазин ww-e-sip .pn вот и соответственно мы три сухи запустим прошу желающих посмотреть него и принять участие в тестировании потому что нужно будет отлаживать неинтересно послушать ваше мнение по полу дизайна то что целиком полус мой проект но вот интересно будет ваше мнение услышать как она вам вот продукцию нахожу в китае в гонконге я как бы с азиатским регионом работы 2000 года я профессиональный закупщик специалист по веду поэтому мне проблем найти товар нету раньше китай летал два раза в год практически на сей выставке доброго времени это у нас анастасия фрост доброго времени суток максим хочу обратиться к тебе таким вопросом если снимаешь видео на тему будет отлично я и моя семья хотим уехать из россии объяснять не надо почему понятно но у меня собакам и совесть мне не позволит оставить животное которое предан прядом и настолько не могут узнать формат о том как правильно ее перевести сша как как ввести точнее какие нужно документ запомнить на нее и какой срок сделать заявку я очень тебя был благодарна тему или хотя перенаправим на какую официальную информацию анастасия я помню вопрос очень давно написала про